МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новогодние каникулы закончились. Пауза в работе нашего канала, вызванной этими каникулами, тоже подошла к концу. И можно подвести итоги того, что происходило в прошедшие 10-11 дней с момента выхода нашего последнего выпуска. И посмотреть, каким образом же прошли эти новогодние каникулы в Башкирии, чем они отличались от каникул предыдущих годов, как повлияли на отдых жителей республики те нововведения, которые случились в этом году, и вообще, какое настроение нас ждет в 2020 году. Как и положено, новогодние рождественские каникулы – это время чудес и всевозможных необычных явлений. В этом году эти каникулы не были исключением. И, естественно, главные чудеса нам преподнес Ради Фаридович Хабиров. Я говорю о том, что внезапно выяснилось, что Хабиров в новогодние каникулы разговаривался с попугаем, уподобившись святому Франциску Асистскому. Хабиров разговаривал и советовался с птицей у себя на плече. Многие злые языки уже предположили, что именно этот попугай является главным советником Хабирова в его делах и начинаниях. Если это так, то, знаете ли, многое меняется в том, что мы себе представляли. И, в частности, если действительно попугай – это главный советник Хабирова, то придется принести извинения Ростиславу Мурзаголову и Елене Прочаковской, потому что именно их считали главными виновниками многочисленных пиар-провалов Хабирова в минувший год, а оказывается, во всем виноват попугай. Точно я не знаю, конечно, так ли это все. И действительно ли попугай дает ценные советы Хабирову, и Хабиров прислушивается к ним. Но это многое бы объясняло и упрощало, по крайней мере, в том относительном или абсолютном безумии, который царит во власти в Республике Башкортостан. Пожалуй, самым ярким событием, которое случилось в Республике в минувшие 11 дней, была акция на горе Куштау 4 января, уже нового 2020 года. Защитники горы Куштау собрались у подножия возвышенности. Людей было существенно больше, чем в предыдущий раз. Напомню, что в предыдущий раз, примерно три недели назад, собралось около 500-600 человек. В этот раз, 4 января, было уже почти тысячи человек. В очередной раз удивила и поразила организованность мероприятия, при том, что очевидных организаторов все еще не было. В этот раз уже было заявлено о создании некого совета защитников Куштау, в который вошли пять человек. В общем, процесс этот продолжается. Кристаллизуется и появляется вот эта структура, которая неизбежно должна была появиться какая-то организация по защите этой горы. Судя по всему, как и предвещалось, процесс вовсе не закончился, а только начинается. И как бы наложилось на эту историю 4 января то, что вышла информация о ситуации в Шиесе, о том, что Архангельский суд признал фактически незаконным все то, что делалось по устройству этой гигантской, самой крупной в Европе свалки на станции Шиес, это, конечно, весьма вдохновило защитников Куштау. И появился вот этот лозунг, что отстояли Шиес, отстоимы Куштау. Вопреки всем вот этим мантрам и заклинаниям Хабирова и его команды о том, что вопрос уже решен и не о чем говорить, я думаю, что есть там о чем говорить. Масса вопросов и к БСК, и к правительству, и к самим процессам, в общем, я думаю, что 2020 год, конечно же, пройдет под флагом борьбы за Куштау. Год этот будет годом предвыборным, в том смысле, что в 2021 году у нас будут выборы в Госдуму. И я абсолютно уверен, что определенные политические силы воспользуются этим фактором в республике, фактором Куштау, фактором Шихана, фактором БСК и так далее. В общем, конечно, эта тема точно будет на повестке дня весь 2020 год. Еще одно занятное событие уже в 2020 году случилось. Рабочие с Айтяковского кирпичного завода в Башкирии, которые несколько месяцев не получали зарплату и не получили зарплату к Новому году, коллективно обратились к радио Хабирову с просьбой о помощи. Записали это обращение на видео. Выглядело оно, как некое количество людей с плакатами, стоящие на улице и записывающие вот это видеообращение. Однако вместо помощи от Хабирова с Айтяковские рабочие получили претензии и обвинения в несанкционированном массовом мероприятии. Сейчас полиция занимается доследственной проверкой, выясняя обстоятельства вот этого события. То есть этот случай очень похож на ту комическую историю с нефтекамскими коммунистами, когда они высыпали на крыльцо Дворца культуры, сфотографировались с плакатиками и схлопотали обвинения в несанкционированном ментинге. Но здесь все серьезнее. Здесь речь идет о том, что люди реально пострадали, люди реально попали в трудную жизненную ситуацию, обратились к главе региона, а в ответ получили обвинения в административном правонарушении. То есть, конечно, выглядит это весьма жестко и весьма некрасиво. Еще один момент в этой истории – это хозяева этого кирпичного завода, которых рабочие обвиняют в невыплате зарплаты на общую сумму около 2 миллионов рублей. Хозяева – это братья Акхямовы. Фамилия примечательная, где-то она у нас уже звучала на оперативке. Надо бы поискать, кто там аффилирован и кто там причастен к этой истории. В общем, с этой историей, с кирпичным заводом, надо бы, конечно, разобраться. А вообще, стыдно ради, Фаридович, вот так отвечать людям, которые в таком бедственном положении, совсем без попугая, встретили Новый год, отвечать им вот такими вот обвинениями просто неприлично. Как ни странно, в эти каникулы в республике происходили и кадровые перестановки. Например, депутат Госсобрания, а в прошлом министр молодежной политики и спорта, в прошлом сотрудник администрации и еще президента республики Башкортостан Андрей Иванюта, становится главой Белорецкого района. Прямо скажем, неожиданная история. Сам по себе Иванюта, конечно, некоторые отношения имеет к Белорецкому району, потому что он избирался в Госсобрании от Белорецкого района. Все мы помним поспешный побег ряда министров и членов правительства Хамитова в депутаты Госсобрания. Андрей Иванюта был одним из этих министров. Кстати говоря, и к слову говоря, конечно же, Иванюта ничем не выделился, ничем не отличился на посту министра. Министром он был откровенно слабым. Таким же, в общем-то, и депутатом Госсобрания он был никаким. Ну, собственно, мы все знаем, Андрей человек милый в общении и приятный в наружности, но абсолютно не способный никакой государственной деятельности. Видимо, 16-летний опыт работы в милиции накладывает на человека неизбежный отпечаток, но тем не менее, теперь он становится главой Белорецкого района и уступает свое место в Госсобрании Рустему Ахмадинурову. Место заместителя руководителя комитета по образованию. Тем самым Ахмадинуров, значит, добирается, видимо, до пика своей карьеры внутри Госсобрания. Мне стало известно, что сейчас ударными темпами идет реконструкция, ремонт огромного прекрасного кабинета с комнатой отдыха для Ахмадинурова в стенах Госсобрания. Загадочным образом Ахмадинуров получает место платного депутата в Госсобрании, я имею в виду депутата, работающего в Госсобрании на постоянной основе. Зарплата на этом посту составляет около 130 тысяч в месяц. Почему загадочным образом? Потому что, в общем-то, все эти места, их не так много, там, по-моему, что-то около 40, они уже были заняты, но Ахмадинурову удается попасть на это место, получая вот эту зарплату и получая вот этот красивый, замечательный кабинет, комнату отдыха, секретаря, добротные японские автомобили, все прочие блага работы в Госсобрании на постоянной основе. Конечно, не может не беспокоить фигуру Ахмадинурова всех здравомыслящих людей в республике. Дело в том, что Рустам Маратович ведет себя все более и более странно. Это тревожит и избирателей, и простые граждане республики. Вот в последнее время были обнаружены его фотографии в образах Наполеона и некоторых других сюжетов. Пометуя о судьбе петербургского профессора Соколова, который тоже идентифицировал себя, обобщал свою личность с личностью Наполеона Бонапарта, конечно, ничего хорошего ожидать от подобных фоточек, наверное, не стоит, тем более, что на переднем плане у Ахмадинурова располагается бутылка. Очевидно, не лимонада. В общем, надо, короче, беспокоиться за Рустама Маратовича. По-моему, нужна какая-то программа реабилитации, потому что человека действительно понесло-понесло. Еще одной кадровой загадкой республики Башкортостан является должность прокурора республики. В конце 2019 года, буквально в последние дни, вышла информация о том, что утвержден на пост прокурора республики Башкортостан Владимир Викторович Ведерников, которого, в свою очередь, еще 9 сентября согласовал наш Курултай госсобрание на этом посту. Однако, на самом деле, это не так. Я четко и внимательно проверил документы, которые выходят из канцелярии Кремля. Среди документов, подписанных Путиным, в последнее время нет документа о назначении Владимира Ведерникова прокурором республики Башкортостан. Вообще, вот эта загадка с прокуратурой, вот это уже второе утверждение госсобранием нового прокурора, напомню, Камиль Кашаев был утвержден госсобранием, но не был назначен на должность прокурора республики Башкортостан, потому что он не прошел вот эту антикоррупционную проверку и так далее. То есть, вообще, конечно, какая-то аномалия у нас в прокуратуре образовалась. Очень рассчитываю на то, что она закончится, потому что, судя по тому, как комментируют сейчас люди, связанные с юриспруденцией, с всевозможными судебными процессами и процессуальными процессами вокруг этого ведомства, ведомство в Башкирии парализовано фактически, решения зачастую не принимаются. В общем, нам нужен новый прокурор республики. Минувшую неделю мне на почту и в соцсетях, в личных сообщениях, мне пришло письмо от матери шахтера, который погиб почти год назад, 3 февраля 2019 года в городе Сибая. Речь идет о Гаязе Иргалине. И вот его мама написала мне длинное подробное письмо. Оно такое очень трогательное, на мой взгляд, достойное того, чтобы его опубликовать. Письмо о том, как обстояли дела в момент гибели ее сына. Она во многом разобралась, многое узнала. К сожалению, ГОК, комбинат, на котором работал погибший Гаяз, ведет себя очень странно в отношении и семьи погибшего, и матери. Она, кстати говоря, тоже ветеран этого предприятия, всю жизнь проработала там, как она сама говорит, простой уборщицей. В общем, над женщиной смеются, глумятся и издеваются, на мой взгляд. Уголовное дело, которое было возбуждено в результате по факту смерти Гаяза Иргалина, так и до конца не дорасследовано. По неподтверденным данным его забрали в Уфу. Там есть некоторое количество подозреваемых, обвиняемых, которые до сих пор на свободе и не понесли никакой ответственности. В общем, я думаю, что в ближайшее время мы согласуем с мамой Гаяза Иргалина, покойного Гаяза Иргалина, право и возможность опубликовать это письмо. Я обязательно его опубликую. В нем очень много тревожных, нехороших и зачастую возмутительных подробностей того, что происходило и происходит в Сибае в этом карьере. Главное, конечно же, не только наведение справедливости, которая важна для семьи Гаяза, но и то, чтобы это не могло повториться в будущем. А судя по тому, что пишет его мама, это ужасно, что творится на этом предприятии, на этом производстве. Не знаю, продолжается ли это сейчас. Будем выяснять, будем разбираться. Конец 19-го года и начало 20-го ознаменовалось микроскандалом в области СМИ в республике. Ради Хабиров заявил с гневом о том, что башкирский коммерсант пошел на поводу у госпожи Комлевой, напечатав вот это вот письмо Комлевой, там заявление Комлевой о незаконности действий фонда. В общем, Хабиров напрямую обвинил издание «Коммерсант» в том, что оно там аффилировано, продалось, или еще что-то. Что у него там на уме, я не знаю, но претензия была четко сформулирована. Забавно то, что в последнее время коммерсант всячески, извиваясь, пытается, значит, уложиться в эту обойму пробашкирских, провластных СМИ. И вот случилась такая неприятность. Не знаю, как теперь коммерсант будет выпутываться из этой истории, потому что мы все знаем о злопамятности и такой, значит, очень характерной псевдопринципиальности Хабировской команды. То есть деление вот это на своих и не своих. Не знаю, как эта история скажется на теперь репутации и карьере Шамиля Валеева, потому что это уже превращается в какую-то стереотипную картинку, когда коммерсант возглавляемой Наташей Павловой опубликует что-то о башкирских властях, и это сразу же отлетает рикошетом в несчастного Шамиля. Так было при Хамитове, возможно, так случится при Хабирове, но я надеюсь, что все-таки новым властям, новой команде хватит ума не повторять этот сценарий и не наказывать ни в чем неповинного и, собственно, вообще ни к чему не причастного Шамиля. Пожалуй, что стоит подвести итоги тех нововведений, которые у нас случились на новогодние каникулы, на эти новогодние праздники, тем более, что Хабиров и его команда так тщательно к ним готовились, как-то акцентировали внимание, что это какой-то такой очень важный момент и период. Ну, в общем, можно подытожить. Соревнование башкирской столицы и столицы Татарстана Казани, конечно же, было проиграно в пользу наших братских соседей. Ужасно скромно получилось вообще то, что получилось в Уфе. Я не знаю, что было в городах республики, но, честно говоря, этот Новый год в Уфе был невзрачным и очень дорогостоящим, что наводит на мысль о том, что пропорция между тем, что сделано и тем, что украдено, конечно, в этот раз превысила все мыслимые и немыслимые ожидания. Не знаю, будут ли заниматься правоохранители вот этим всем, но в новогодние хлопоты очень многие наши, значит, недобросовестные чиновники в республике и в городе вполне себе обогатились, о чем свидетельствуют многочисленные фотографии счастливых семейств этих граждан, сделанные вовсе не на новогодних елках города Уфы и республики Башкортостан, а в замечательных европейских городах, где эти семейства за наш счет прекрасно провели новогодние каникулы. Еще одним нововведением в этом году была попытка ограничить продажу алкоголя. Пожалуй, что вот эта инициатива вызвала значительно большее даже обсуждение, чем пиксельные елки. Уже начали подводить итог этого, как выразились метко в одном издании, полусухого закона Хабирова. Честно говоря, запрет продажи алкоголя на один день и ограничение его продажи по времени на оставшиеся дни новогодних каникул, конечно, изначально не могли принести никакого эффекта, кроме пиар-эффекта, и этот пиар-эффект оказался отрицательным. Судя по всему, попугай на плече Хабирова дает все более и более негодные советы. Надо бы попугая поменять, либо поменять всю стаю попугаев, которые окружают Хабирова в Белом доме. Дело в том, что вот этот вот запрет на продажу алкоголя и ограничение продажи алкоголя, конечно же, теперь уже анализируется. По моим подсчетам, только бюджет республики недополучил порядка 120 миллионов рублей за вот этот период. Это речь идет об акцизных отчислениях и продажах, ну, то есть поступлениях в бюджет от акцизов и налогов. Кроме всего прочего, конечно же, письма благодарности, которые мы уже публиковали, а это настоящие письма, от тех, кто нелегально торгует алкоголем или торгует фальсификатами, характеризуют изменения на этом рынке в эти дни, люди точно не стали меньше пить, но стали пить какую-то гадость. Либо непонятные вещи, то есть завезенные без акцизов в республику, либо откровенный самогон. Хабиров подстраховался, уже опубликованы данные о неимоверном количестве людей, спасенных им от алкогольного отравления, но на самом деле специалисты говорят, что вычленить из общей статистики сейчас на данный момент снижение отравнения от фальсификатов алкоголя и алкоголя суррогата невозможно, потому вот это заявление о том, что они уже спасли вот это количество людей вот в этот период, это абсолютная ложь. Хабирову, к сожалению, нужно прикрываться, чем-то сейчас объясняться, но в сухом остатке мы видим способствование бутлегерству, помощь незаконным торговцам алкоголем и нанесение вполне себе ощутимого ущерба для бюджета республики. Вот итог этих дней. Пить меньше не стали, но республика недополучила денег, зато эти деньги получили бутлегеры и незаконные торговцы алкоголем. Интересная деталь, подробность, факт, событие, как хотите, выяснилось вот в минувшие дни. Кто-то покопался в документах башкирской содовой компании, кто-то это издание «Правда ПФО» и обнаружилось, что, оказывается, с 31 октября по 20 ноября 2019 года Андрей Геннадьевич Назаров, первый вице-премьер правительства республики Башкортостан, а по сути премьер-министр республики, состоял в Совете директоров башкирской содовой компании. Всего три недели. Вообще, вот здесь масса вопросов. Ну, само вхождение в Совет директоров этой крупной структуры и важной организации для республики – это само по себе непростая задача. И столь стремительный выход из состава этого органа, конечно, объяснить очень сложно. Во-первых, как туда попал Назаров в тот момент, почему он оттуда ушел через три недели, почему это никак не освещалось и никак не сообщалось об этом СМИ, и не объяснялось это со стороны правительства и самого Назарова. Вот подобный факт может вызвать какие-то кривотолки и искажения информации. Как минимум, могут возникнуть вопросы. И уже эти вопросы в иронической и иной формах начали появляться. То есть люди начинают предполагать, что Назарову там не понравилось, возможно, что он там испугался Бортовой, или по каким-то иным стратегическим, тактическим соображениям его вывели из состава БСК. Вопрос важнее другой. Зачем его туда ввели? Потому что без ведома республики и собственников БСК, конечно, подобные процессы не происходят. Ну и следующий вопрос, почему он оттуда ушел? То есть, может быть, членство в Совете директоров БСК не соответствует и не коллерируется с его должностью нынешней первого вице-премьера, хотя, в принципе, от республики там должны быть представители, потому что республика тоже собственник БСК отчасти. Ну, в общем, вот эта история с членством Назарова в Совете директоров БСК очень важная и очень интересная. Я думаю, что выяснение обстоятельств, связанных с этим, продолжится. В своих выпусках мы редко кого-то хвалим, но сегодня похвалим. Новогодние каникулы закончились. В новогодние каникулы традиционно в Уфе было много снега, и в этом году мэрия Уфы со снегом справилась. Отдельно хочу отметить УЖХ Ленинского района. У меня возникла идея. Ульфат Мансурович, давайте учредим в городе переходящий приз или не переходящий приз в виде какой-нибудь золотой лопаты или там золотого веника. Уж вы там сами с Алиной Сулеймановой посоветуйтесь, она у вас главная там по эстетике и этике. В общем, эту золотую лопату можно передавать из района в район, и за минувшие 10 дней эта золотая лопата, безусловно, должна достаться Ленинскому району, потому что подобного прилежания и подобного усердия я нисколько не иронизирую сейчас в уборке дворов и дорог, я не помню уже много лет. В общем, спасибо тебе УЖХ Ленинского района, и золотая лопата достается именно вам. Завершая сегодняшний выпуск, первый выпуск в 2020 году, хотелось бы обратиться к нашим зрителям, подписчикам. Возможно, вам не хватает каких-то тем в наших выпусках. Пишите нам об этом, задавайте вопросы. Сам я со своей стороны предположу, что, конечно же, весь 2020 год у нас будет обсуждаться и вопрос Куштау, и вопрос Сибая, и вопрос обманутых дольщиков, которых, наверное, не станет меньше в 2020 году, а станет больше, потому что, к сожалению, некоторые строительные компании с цифрами на конце в своем названии, судя по всему, принесут нам неприятные сюрпризы в 2020 году. Конечно, мы будем говорить и о транспорте, потому что уже в первые дни 2020 года опять господин Мухаммедьянов напоминает о своих безобразиях, которые продолжаются. Это новые логотипы, старые заказы, чехарда цифр, дат, контрактов и прочих. Будем в этом всем копаться, разбираться. Так и не решился вопрос с самолетом Хабирова, на котором он слетал в Сочи, и теперь мы не знаем, как за него отчитываться и его оплачивать. Так ничего и не получилось с крупномерными автобусами. В общем, проблем остается много. Говорите, пишите, масса каналов связи. Будем рады тому, что вы отметите какие-то наши упущения или предложите какие-то темы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!